Мы не должны воевать друг с другом, мы должны жить в гармонии. Но не воевать очень сложно, потому что мы хотим, мы ждём счастья от близких людей. А они ждут от нас. Получается противоречие. Мы истощаемся в ожидании. Когда человек ждёт, доказано учёными, что когда человек чего-то ждёт, он теряет силы больше всего. Достаточно пять минут подождать, и ты уже обесточен. Вот, допустим, человек выходит на остановку, ждёт трамвая. Пять минут он подождал, всё, уже сил нет. Потому что ничего ждать не надо. Вот, допустим, близкий человек тебе не даёт счастья. И это факт. Потому что никто из близких людей никому не даёт счастья. Поднимите руку, кому близкий человек даёт счастье. Вот. Вот все, кто подняли руки, это означает, что ваши близкие люди разумные и прилагают огромные усилия, чтобы сделать вас счастливыми. Но не у всех близкие люди разумные. Это значит, что вы должны стать разумными. Кто-то первый должен кому-то начать давать счастье. Просто вы поймите, что если вам близкий человек даёт счастье, это не то, что вот всё у меня. Вот у меня, вот 300 человек сидит, у них всё в жизни не повезло, а мне повезло. Есть один вариант, только это медовый месяц, он может длиться до двух лет. Просто наслаждаемся друг друга, всё хорошо. Но потом это заканчивается. Или второй вариант, близкий человек совершает аскезу, он терпит несправедливость, терпит меня для того, чтобы не подарить жизни. Вот я живу со своей женой, я думаю, пускай хоть один человек будет счастлив в нашей семье. Догадайтесь с двух раз. Конечно, жена. По-другому никак не может быть. Потому что все остальные думают, хотя бы один должен быть счастливый, это я. Все так думают. Но так не получается. Так никогда не получится, мои хорошие. Никогда не получится. Потому что мир этот устроен по-другому. И если вы считаете, что хотя бы один должен быть счастливым и отдаёте счастье своему близкому человеку, то тогда вы становитесь счастливым. Вы становитесь счастливым. Но отдавать счастье близкому человеку надо уметь. Потому что он может же обмоглить. То есть надо ему отдавать счастье, балансируя между наказанием и заботой. И когда ты отдаёшь счастье, в чём заключается разница между теми, кто отдаёт и кто не отдаёт? Кто добровольно отдаёт, он не теряет ни силы, ни достоинства. Добровольно отдаёшь счастье, становишься сильнее. Вот я сейчас добровольно вам отдаю свою силу. И не дай Бог, если я сейчас подумаю, что вдруг я устану за три часа. Всё, я сразу же стану несчастным, больным, замученным. И вы будете думать, скорее будете с этой лекции. Наоборот, я должен с радостью сильно отдавать вам свои силы. Со всей силы терпеть. Допустим, если даже вы меня ругаете. За что? Неважно, люди ругают ведь не за что, а за то, что им плохо. Вот когда, почему близкие люди ругаются? Не за что они это делают, потому что им плохо. И результатом будет всегда благодарность. Благодарность — это единственное проявление любви. Но, мои хорошие, поймите, ведь все мы хотим отдавать себя. Вы все здесь в этом зале, разумные люди, только собрались. Вот мы все хотим отдавать себя. Но проблема ведь даже не в том, что мы хотим или не хотим отдавать себя. У нас нет сил это делать. А вот об этом и вся речь. Понимаете, человек разучился, а точнее не умеет брать силы. Мы не понимаем важность этого вопроса. Мы не понимаем, как концентрироваться в отношениях с природой, в отношениях с людьми, с добрыми, в отношениях с Богом. Мы не умеем собирать силы. И поэтому мы не умеем и отдавать, потому что нечего отдавать. Что такое вера в Бога? Вера в Бога — это буквально означает, я беру не от человека, а от Бога. И человеку отдаю. А это означает отречение, это я должен отказаться от всего сначала, потому что я же хочу брать у человека, я же верю в своих детей, в свою семью и так далее. А я должен сказать себе, нет, мне ничего не надо в этом мире, я хочу правильно жить. Правильно означает научиться брать у Бога, научиться брать у Бога, а потом отдавать близким. Вот это правильное течение реки жизни. Оно очень сложное и труднодостижимое. Даже те люди, которые знают, как это делать, они делают это с большим трудом. И причина заключается в том, что нам не хватает сил на то, чтобы отдавать людям, близким людям, потому что они сильно много хотят. Мы же бесконечные, мы счастья хотим бесконечно много же, правда? Никто не может остановиться. Но здесь есть одна очень простая истина. Если я отдаю счастье бескорыстно, то я не теряю себя и свое достоинство. Это значит, что я могу легко воспитывать. Воспитание не означает грубые слова, давление. Воспитание означает очень-очень-очень мягкая, тихая и добрая правда, которую я говорю близкому человеку. Она может даже звучать в полушутку. И лучше, если она так будет звучать. Потому что чем мягче я доношу правду близкому человеку, тем легче ее воспринимать. Но восприятие правды не означает, что он сразу будет меняться. Сердце меняется медленно. Поэтому я могу в полушутку говорить ласково правду в жизни близкому человеку. Могу в каком случае? Если я ничего не жду взамен. Но если я жду, я никогда не скажу ему правду. Я буду бояться. Потому что в моем голосе будет звучать ожидание. Это вызывать будет гнев. Если ты хочешь воспитывать близкого человека, никогда ничего не жди от него. Научись не ждать. И тогда ты можешь говорить. Когда ты будешь говорить, он будет меняться. В том случае, если ты сначала ему служишь, а потом говоришь. Потому что прежде чем говорить, нужно сначала сделать так что-то человеку, чтобы вызвало в его сердце благодарность. А благодарность открывает уши. И тогда можно уже говорить. Но если ты ничего не сделал, благодарности нет, никто тебя не будет слушать. Поэтому воспитание — это не первая задача в жизни человека. Первая задача всё-таки — это отношение даже не с людьми. Понимаете, этот мир нас очень жестоко обманывает часто. Очень жестоко обманывает. И потом мы в этом обмане можем жить. Ну, конечно, всю жизнь мы не проживём, потому что это приводит к поражению в жизни всего. Ну, всё начинается очень красиво. Очень красиво. Но всё равно, рано или поздно, человек должен понять, что надо любить, откуда брать силы. И в чём смысл. А знаете почему? Потому что через человека действует Господь. Во взгляде женщины живёт Бог. Знаете об этом? А Бог непобедим в своей любви. Потому что человек хочет, чтобы человек с другим человеком были, жили вместе, жили рядом. А иногда он испытывает с любовью. Бог испытывает. Если у тебя уже есть кто-то рядом, значит, Бог всегда испытывает тебя любовью. Это простой закон. И мы потом верим в человека. Мы не знаем, что Бог действует через человека. Вот эта любовь — это энергия Бога. Мы не понимаем. Мы думаем, это человек вот так действует на меня. Мы путаем человека с Богом. А потом думаем, ты же раньше так на меня смотрел. Почему ты сейчас на меня так не смотришь? Потому что он не может, он пытается, когда ничего не получается. Человек может только пользоваться тем, что даёт Бог. Или потом не пользоваться, потому что он Бог уже не даёт. Всё временно в этом мире. Но мы, когда ослеплены близким человеком, мы потом ждём всю жизнь от него того же самого. Это называется вера в человека. Но любовь, счастье, оно по-другому устроено. Надо сначала принять человека научиться. Вот все, кому не лень, видят моего близкого человека хорошо, гораздо лучше, чем я. Кем бы ни был мой близкий человек, не имеет значения. Вот пусть он будет самым-самым в этом мире. Я всё равно его таким не увижу, как он есть на самом деле. Так устроен этот мир. Это удивительно. Вот пусть он будет самым-самым, но всё равно я не увижу. Я смотрю в ваши глаза и вижу, что у вас, у большинства из вас, ваши близкие люди очень хорошие. Но вы, я знаю, так не считаете в большинстве своём. А если вы так считаете, значит, мне нечего делать здесь, на этой лекции. Я пошёл. Потому что значит, что вы уже всё сделали, самое главное. Потому что, запомните, если вы научились видеть самое лучшее в близком человеке, то больше нечего делать в семейной жизни. Просто больше нечего делать, потому что всё остальное отвалится само. А вот учиться видеть самое лучшее — это очень трудно. Если вы пришли к психологу и вам начал рассказывать, какая вы хорошая, какой ваш близкий человек плохой, разворачивайтесь и уходите. Потому что этот человек не психолог. Ну, только первая часть слова, она может дать ему оценку. Понимаете, человек должен уметь видеть чистоту, и тогда он может помочь. И по-настоящему не просто уговаривать, у тебя хороший человек. Ты же в глазах увидишь, что это просто обман. Надо видеть эту чистоту в человеке и говорить о ней близкому человеку. И тогда тот увидит истину. Потому что, желая счастья от близкого человека, мы терпим поражение. Вместе с этим поражением приходит неправильная оценка Личности. Мы начинаем видеть в нём только плохое, а хорошее забываем. В результате мы теряем отношения. Это ключевая фраза отношений. Мы всегда хотим эксплуатировать счастье. Вот мы увидели, что-то хорошее, давай мне. Ну, хорошо, Бог тебе уже дал. Ты можешь это взять? Нет. Ты берёшь, берёшь близкого человека, видишь, что ты ничего взять не можешь. Потому что это не принцип вообще любви. Любовь начинается тогда, когда мы не берём, а даём. Правильно. Ну, то есть надо заставить себя не брать, а давать. И не целуй её в уста, а прикоснись только сердцем. Потому что, когда ты даёшь, ты тогда уже сердцем прикасаешься. А это аскеза. Прикасаться сердцем к человеку, а не желанием наслаждаться им. Это аскеза. Но эта аскеза даёт радость жизни, даёт настоящее отношение. Конечно, сначала мы не можем сдержаться. Мы там целуемся, влюбляемся. Мы можем сдержаться. Но потом надо отойти от этой привычки. Всегда что-то ждать, хотеть счастья от близкого человека. Надо уйти от этой привычки. И начать чистое учиться видеть в нём. Это и есть служение. Некоторые люди спрашивают, как служить близкому человеку, учись видеть чистое в нём. А это очень трудно. Потому что грязное видится в десять раз сильнее. Многие люди считают, да нет у меня близкого человека ничего чистого. Я уж точно знаю. Поднимите руку, кто так считает. Я вас сейчас разобью ваше мнение. Пять секунд. Как зовут вашего человека? Домида. А? Близкого человека как зовут? Принципиальный, верный человек. Очень ответственный. Каждой дочери бы такого отца. У каждого человека есть в жизни трудности и ошибки. Не надо ставить во главу угла события, которые происходят. Ломают иногда события людей. Но это не главное в человеке. И если вы это поймёте, вы ему поможете, себе поможете. Вспомните, каким он был до событий. Это настоящее. А то, что сломал человека, это неправильно. Это не то, что настоящее. Знаете, что когда человек оценивает человека в соответствии с сломанной ситуацией его жизни, он получит этот человек, который так оценит себе в судьбе такую же ситуацию. Он так же сломается и увидит, как его будут так же оценивать потом. Вы хотите себе такую судьбу? Если нет, тогда вспомните человека до события. Пытайтесь в него верить, его любить таким. И вы поймёте истину. Истина заключается в том, что человек изнутри чист. И каждому человеку даётся тот человек, который для него чист. Вот мы можем в своём близком увидеть то, что принесёт нам много счастья. Но это очень тяжело сделать. Потому что через него же действует ещё моя судьба, а она меня мучает. Это моя судьба обмучает меня. Это моя судьба жестокая, потому что я была жестокой в прошлой жизни. Это моя судьба несправедливая, строгая, чрезмерная. Это моя судьба такая, не человек. Человек просто выполняет её волю. А человек меня любит, он очень ответственно ко мне относится, любит. Но не может сдержать себя, потому что я сопротивляюсь ему. Я хочу, чтобы он по-другому себя вёл. Если я не прав, то тогда почему я всё это говорю так, как есть? Человек не может всё знать. Бог вам может что-то сказать через меня. Вы должны это принять. Также хочу вам сказать о том, что есть определённая несправедливость в вашей жизни. Но она не сейчас произойдёт, а потом. И если вы сейчас всё будете принимать от судьбы, она никогда не произойдёт. Вы слышали меня? Бог сейчас готовит вас к тому, чтобы вы перенесли трудности вашей судьбы. Категоричность к людям указывает на безнадёгу в отношении к судьбе. Всё, что вы в людях как бы оценили неправильно, получите назад. Не будьте категоричны. Ведь именно за это вы и обвиняете вашего отца. Таким образом, видите, все люди всегда видят в близких только себя. Но это сложно понять. Мы видим только себя в близких. И себя неправильного видим, неправильного. Потому что мы тоже чистые изнутри. Тоже чистые. Поэтому нужно побеждать судьбу. Но просто так не увидишь близкого человека хорошим. Для этого нужно правильно ему служить. Правильное служение человеку вскрывает в нём чистоту. Вытаскивает наружу его чистоту. Вопреки моей судьбе. Правильное служение. Для этого надо изучать. Как правильно служить мужу, мужчине. Это великая аскеза для женщины. Правильно служить мужчине. Великая аскеза. Почему? Потому что она обидит всё в нём, в его характере. Всё, что у него есть, всё в ней как на ладони. И при этом улыбаться, быть смиренной. Да, мой хороший. Когда видишь, что он неправ, это же очень сложно. А надо. Потому что если ты так делаешь, он становится лучше. Так же в мужчине великая аскеза, мужчине терпеть эмоции женщины и её характер. Потому что он как вулкан, он огромной силы. Женщина в себе не замечает. Она думает, а я нормально сказала ему. А это из неё вышел вулкан. И он в это время может делать виды, что не понимает. Но это огромная сила. У женщины просто у неё вулкан. Женщина может давать огромную любовь. И люди с ума сходят от любви к женщине. Или потом, наоборот, сгорают от её вот этой силы, которую она через эмоции выбрасывает на мужа. Женщина должна знать об этом. И мужчина терпит тоже. Он должен терпеть на самом деле. Он должен спокойно учиться относиться к этому вулкану. Он должен стать несгораемым. Она его жжёт, а он должен спокойно. Да, моя дорогая, да, моя дорогая. Один человек меня спросил. Олег Геннадьевич, а почему вот мой муж так не делает? Да, моя дорогая, так не говорит. Как вы своей жене. Я в это время подумал. Господи, если бы ты знала, как это тяжело. Тогда бы ты меня не спрашивала об этом. А женщина огромная сила внутри. С ней справиться очень сложно. Если кто-то справляется, это не то, что надо этим бравировать как-то. Потому что это очень сложно. Если человек победил в войне, это не значит, что он в следующий раз победит. Так и в мужчине тоже с эмоциями женщины в этот раз справился. В следующий раз не факт. Поэтому надо пожелать удачи мужчинам в этом вопросе. Непросто. Ну то есть, видите, мы вот такие. Муж соткан из несправедливости, потому что мужчины все грубые, не понимают вообще характера женщин. Грубияны вообще, отвратительные грубияны. Мужчины. Женщины очень эмоциональные. Это тоже их проявление грубости, их эмоции. Излишние женщины. В общем, мы все одинаковые. То есть, если так разобраться, мы все тут одинаковые. Никто не лучше, не хуже. Просто есть мужчины, есть женщины. А есть правильная жизнь, которая приводит к счастью всех. Правильная жизнь. Очень трудная. И начинать, как ни странно, надо не с отношений. Вот как ни странно. Понимаете, люди так погружаются в эти отношения. И психологи еще часто помогают. Они только об отношениях и говорят. Делайте так, делайте сяк. Человек расходуется, он уже сидит такой. Я уже не могу, не так, не сяк. Отстаньте от меня все. Ну то есть, почему? Потому что неправильное мышление. Мы должны понимать, что самая главная проблема в отношениях между мужчиной и женщиной, это чрезмерная близость. Мы просто сгораем в этих отношениях. Мы сжигаем друг друга. Понимаете? И как ни странно, как ни странно, первый шаг к тому, чтобы гармония была, здоровые отношения, означает, чуть-чуть отодвигаться надо учиться. Чуть-чуть отодвигаться. Понимаете? Потому что силы дает, как ни странно, человеку неблизкий человек. Вот вы ждете силы от близкого человека, он никогда вам не даст силы. Близкие люди только тратят наши силы. И дети, и мужу, женщину, только тратят силы. Они не дают силы. Силы дают, как ни странно, это социальные отношения дают силы. Когда дружба есть между людьми. Поэтому приглашайте друзей домой, кормите их, заботьтесь о них. И вы увидите, как ваши отношения с мужем будут лучше после этого. Потому что люди вокруг будут давать вам силы, потому что через них действует Бог. Вот когда гость пришел домой, это он Господа привел вместе с собой. Знаете об этом? И Господь им милость через этих. Вот вы, допустим, послужили людям, когда домой пригласили. Через них милость придет в ваш дом. Это я вам объясняю, вы лучше меня знаете, потому что у вас в крови это все. Вы восточные люди, вы знаете, как гостей встречать, как их любить, как заботиться. Вы это все знаете и получаете в результате милость. И потом... А вы ее простите просто. Ну не смогла она. Ну простите. Ну простите, ладно. Ну простите просто и все, не надо даже это обсуждать. Простили? Нет? Простили? Не, я на нее не сижу. Хорошо. Ладно, я вам даю некоторое время, потом продолжите. Вы сейчас думаете, а как прощить? Простить. Прощение означает наполненность. Надо начать думать о Боге, молиться и раз в сердце, раз отпускает, потому что вы наполняетесь. И когда вы наполнились, подруга просто привела не Бога вместе с собой, да? Она привела свою несчастную жизнь и замучила вас ей, да? Она пришла к вам и замучила вас дома, да? Ну простите ей. Надо было понимать, в этих случаях, когда подруга так себя ведет, нужно знать, что делать. Вот человек должен быть опытным. Вот, допустим, предподруга пришла, аааа, начала. Вы ее сразу, ой, ой, погоди, погоди, сейчас не надо об этом говорить. Давай и ватрушками, и плюшками ее, и накормить, и музыку послушать, наполнить ее. Она когда, вот теперь рассказывает, что хотелось сказать. Да все нормально. И пойдет назад. Вот точно так же вы пришли ко мне в гости сюда на лекцию. Вы тоже начали делать то же самое, и я вам не дал. Это хорошо или плохо? Видите, я вас сначала напомнил, вы смеяться начали. А теперь расскажите про подружку. Нормально все? Видите, оказывается, все нормально. То есть подружке просто не хватало силы. И надо не слушать ее. Это очень важно понять, как правильно вообще отношения строить. Вот некоторые люди, они не знают, как правильно себя вести. Или точнее не могут правильно себя вести. Почему? Потому что им больно. И в это время надо их просто наполнить силой. Не надо их слушать. Надо их накормить, напоить, подласкать. А потом им уже не будет больно, и они тогда трезво все сами поймут, или что-то скажут по-доброму, или просто ничего говорить не будут. Понимаете? То есть гость приходит, в нем может быть и испытание. Ну, это легко, это же ваш дом. Вы легко можете преодолеть, потому что он же наполнен вашей силой, ваш дом. Можете улыбнуться ему. И разок к своему наставнику пришел с женой с проблемой. Я так считал, а она так считала. И мы вдвоем пришли к нему в дом. Каждый со своей правдой. И он просто нас принял, как бы улыбался нам. Мы, когда ему рассказывались, он просто улыбался. И потом я думал, ну, когда же он скажет правду, что она не права? Я же Олег Геннадьевич, я все знаю. Я же все знаю же. И он потом, когда мы высказались, он нам сказал, пойдемте за стол. Моя жена столько приготовила, все, ничего не сказал вообще. Он нас накормил, напоил. Потом мы пошли, когда у нас такие счастливые пошли, я думаю, ведь все это и такая ерунда, вот из-за чего мы поспорили. Я говорю жене, ты права, я не прав. Хотя я так не думаю. Просто так сказал ей. Она мне сказала, нет, это ты прав на самом деле. я тебе назло так все говорила. Не знаю, наверное, она думала. Но так или иначе, как бы, это все, какая разница вообще? Дело не в этом. Дело в том, что людям не хватает просто счастья и все. Все эти принципы, правила, это все ерунда. Нам просто, мы не наполнены, нам не хватает счастья, чтобы переварить близких людей. Вот и все. Когда они на нас наваливаются со своей силой, просто мы не можем их переваривать. а чтобы переваривать, есть правила, мои хорошие, пожалуйста, учитесь их исследовать. То, что я сейчас вам буду говорить, это вам, ну, непривычно. Я говорю на каждой лекции, но это вам непривычно, потому что мы так не живем. Вот девушки, у вас нет силы воли своей. В основном здесь девушки присутствуют. Вы, пожалуйста, созванивайтесь друг к другу и приглашайте друг друга выходить на улицу. Желательно каждый день, хотя бы на 15 минут. Хотя бы, лучше всего там не стоять на улице, а лучше всего бежать, лучше всего бежать или быстро идти. Я часто очень, почти каждый день выхожу или на пробежку, или молитву читать, или лекцию слушать. Вот у вас есть речка посреди города, и там есть парт небольшой такой, и там даже вдоль речки есть дорожка такая идет. Я выхожу туда или бегать там, или ходить, просто гулять. Никого нет вообще. Где люди? Почему люди не наполняются энергией природы? Я выхожу, солнце светит. Понимаете, когда лед тает и солнце светит, такая благодать. Это все люди не видят, это они же не получают здоровья в свое сердце. Когда мы с моим помощником, Максимом, последний раз бегали у вас в парке по природе, мы бегали 16,5 километров. У нас вот и солнце, и свежий воздух, вот так хорошо. И там кроме нас было еще только два человека, которые наполнялись энергией природы. Там два мужичка стояли, выпивали, наполнялись по-своему, а мы по-своему. У них философская беседа тоже там была какая-то. И они выпивали, общались о жизни. Утро было, и мы вот бегали с моим другом, и они... И все, больше никого нет. Потом пара человек вышло, и я думаю, Господи, как здорово, что есть собаки. Хоть они выводят людей погулять на улице. Иначе бы люди вообще все сидели бы дома, и как бы... Ну, вы поймите, мои хорошие, вот сейчас я вас диагностирую. не менее 40% почти у всех у вас обесточенность из-за нехватки контакта с природой. Ни конура, в которой мы живем, ни телевизор, в который мы смотрим, не дают нам энергии жить. Эта энергия идет. Вы говорите, у нас в городе нет энергии. У вас в городе есть энергия. Есть улочки, есть парки. Понимаете, там происходит жизнь. Вот я перед лекцией вышел буквально на 10 минут погулять перед своим домом. Я начал ходить туда-сюда, туда-сюда, и проходила одна девушка с ребенком. Она проходила мимо меня и так посмотрела, потом прошла, потом вернулась. Олег Геннадьевич, это и есть жизнь. Когда люди здороваются друг с другом, когда они радуются, это и есть жизнь. Я вышел на улицу и получил счастье, потому что я узнал какого-то человека, он меня узнал, хоть мы никогда с ним не виделись. Мы узнали друг друга. Так люди все должны друг друга узнавать и любить друг друга, здороваться на улице. Так должна течь жизнь в этом мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин